Всем привет, это Мишаман и сегодня очередной ролик, который посвящен разбору быстрого прохождения актов в Path of Exile. Данный забег будет на Shadow или на классе Тень. И в основном здесь будут использоваться ловушки разного сорта и немножечко заклинаний. Итак, перейдем сразу к ролику. Кто не помнит, тем напомню, что сейчас проходит ивент, который называется Битва стримеров, который посвящен, по сути, подготовке к старту новой лиги, а также прокачке своих и ваших умений в спидранах и в быстром прохождении столь скучных и ненавистных актов в Path of Exile, которые останавливают вас от того, чтобы получать фан во время игры. Так вот, в рамках этого ивента я записываю разные ролики, также сам записываю свои прохождения, и вы можете тоже участвовать в этом всем. Инфа по ивенту есть в видео, которое было опубликовано немного раньше. Ссылку на него тут где-то оставлю. Ну что ж, поехали. Что ж, начнем, как обычно, с довольно медленной скорости. В это время от времени буду останавливать видео, потому что в первых актах будет много всяких мелких моментов, много движухи. А в последних актах уже, когда все более-менее будет линейное, там мы, наоборот, подускоримся. Вначале на Shadow нам дается умение Viper Strike, и, собственно, выбора у нас нет, и мы довольно быстро и бодро вместе с Chance to Poison Support'ом заковыряем хилыка. А дальше мы сразу же избавимся от этого оружия, которое нам дается, и от способностей, которые нам даются, и сразу пересядем на ловушечки. Есть несколько вариантов, чем именно стартовать. На Shadow можно всякими, ну, как и на других классах Path of Exile. Большая вариативность, кто-то бегает на Helix через яд, кто-то бегает на спылах. Лично мне хотелось попробовать пробежать на ловушках, потому что, ну, мне казалось, что это наиболее комфортный для меня в данный момент класс. Нам вначале выпало колечко Iron Ring на физу, и мы ни в коем случае не продаем. Это очень ценный дроп, поскольку затем она позволит нам закрафтить кольцо на резистике, что, по-моему, само по себе неплохо. Вначале покупаем здесь пушки. На идеале мы ищем ванды с двумя зелеными-синим, с двумя синими-зеленым. Там вот такие вот какие-то комбо-вомбы. Также ищем тапки с смс-ом по возможности. Но тут мне какие-то просто случайные попались, я их схватил и побежал вперед. На самом деле, в идеальном случае найти для первых локаций шмоточку с... Во-первых, нас интересуют ванды с правильными цветами. Во-вторых, нас интересуют ванды, которые не белые, а магические. То есть на них должно быть какое-то свойство, поскольку это в дальнейшем сэкономит нам одну транзвутку на рецепт. Вначале, как обычно, мы всю-всю-всю мелкую валютку, свитки и все остальное поднимаем. Не стесняемся этим возвращаться, это крайне важно. Вот. И, как обычно, движемся напрямую к вейпоинту, никого особо не трогая, поскольку монстры в этой локации почти ничего не дают. Выбить шанс на то, что вы выбите что-то полезное из них крайне мал. И бить их не очень рационально. Ну и опыта они почти не дают тоже. Поэтому мы сразу движемся в матфлэтс. Мы дойдем сначала до пещерки. Там, когда мы заходим в пещерку, у нас прокает квест, и нам дают за это саппорт гемы в городе. Вот я нахожу синие... Ой, эти ботинки с двумя зелеными сокетами, сразу туда ставлю камни. Как раз Эксплозив Трап, взрывная ловушка и Шанс Ту Пойзон. Вот. Мне очень нравится использовать взрывную ловушку. В принципе, можно использовать разные обилки. Но взрывная ловушка, она, во-первых, довольно высокий урон наносит, а во-вторых, она, ну и за счет этого часто подстанивает монстров. И с ней довольно удобно кайтить. То есть, фактически, если обратить внимание, как я здесь двигаюсь, я просто кидаю под себя, а за мной монстры бегут, и сами на эти ловушки натыкаются. Вот. И поскольку бегаю там не напрямую от всех этих роа, да, а немножко зигзагами, эти монстры кучкуются, и если грамотно все делать, то вы можете с одной ловушки сразу несколько монстров задевать. То есть, вы вроде как ведете за собой вот эту пачку могов, которая постепенно отъезжает. Вот. В среднем с одной или с двух ловушек, если много взрывчиков впитают монстры, то они погибают. Вот. Находим здесь три квестовых предмета, двигаемся к выходу. Как только мы заходим, Самиршит Пассаж у нас прокает квест как раз на то, что мы открыли сюда проход, и у нас даются камни. Вот. После этого мы не возвращаемся в город, поскольку нам все равно нужно сходить за флаской, да. Камни, которые даются за квест Самерди, они с четвертого уровня. Фласка, которая дается на острове, тоже с четвертого уровня. Вот. И из вот этой локации, где дают фласку за квест, тоже никого телепорта нет, поэтому мы идем сюда как раз после пещеры, чтобы лишний раз в город не прыгать. У нас почти четвертый уровень. Четвертый уровень здесь важен как раз, поскольку и фласка, и камни, все на этом уровне нам дается. Издалека потихоньку кайтим, подчищаем как раз стрэш всякий, который тут набежал. Вот. Стараемся довольно сейфово все делать. Сильно не спешим, чтобы нас искусственный интеллект не уничтожил. Падает тушка с хорошими цветами для нас. Два синих, один зеленый. Супер. Все подбираем. Нажимаем логаут. Оказываемся в городе. Снимаем тушку, чтобы она не резала скорость перемещения, пока мы тут бегаем. Мелочь, а приятно. Продаем все, что нам не нужно. Желтые шмоточки мы идентифицируем, поскольку нам нужно будет в дальнейшем закрафтить себе оружие. Берем фростбамбу, берем саппорт с вифт ассембли, берем арки инсюрдж, также нам за квест дают биртрап и фростблинг. Вот. Ставим ласку на бег в городе, чтобы она была сразу заряжена, и бежим дальше. Тут на ходу по максимуму ставим все обилочки, которые нам нужны. В частности и фростблинг поскорее нужно поставить, чтобы получить возможность прыгать через мобчиков и движемся в сторону выхода. В этой локации, как обычно, у нас есть еще сайдовая лока с крабиком. Она все время до мостика, который есть в каждой локации, находится. Вот. Мы увидели мостик, поставили где-то там поблизости телепорт. Я был уверен, что локация с крабиком здесь на севере находится, поэтому поставил телепорт чуть заранее. Если вы не уверены, где он находится, то можно просто все время рядом с мостом ставить телепорт и бежать дальше. Главное, после того, как вы телепорт поставили, не забыть про него и не залагайте, чтобы этот телепорт не пропал. Иначе вам придется бежать от вейпоинта обратно. Заходим в ледж. Ледж довольно хорошая локация для фарма. И здесь в начале мы качаемся по большей части с помощью фрозбамбы. Как видите, она уносит довольно много урона. Однако не всегда она ваншотает пачки, поэтому для того, чтобы эффективно ее использовать, вам нужно не только фрозбамбу ставить на пачки мобов, но еще и фрозблинкаться. Мне на шедо в принципе нравится. В начале фрозблинк ставить тоже с анслотом, поскольку вы ставите фрозбамбу на пачку, фрозблинкайтесь либо от нее, либо в нее, в зависимости от того, насколько близко она к вам находится. И это как раз добавляет то количество урона, чтобы эта пачка умерла от фрозбамбы, плюс второй обилки. Если же вы встречаете синий пак, то в него уже приходится всаживать не только фрозбамбу, но и еще закидывать ловушки. Ловушки же здесь используются по большей части в начале в первом акте для того, чтобы убивать каких-то вот жестких противников с большим запасом здоровья. На все остальное, как правило, хватает и фрозбамбы с фрозблинком. В идеале, конечно, еще куда-то поставить Аркейн Сюрш в начале, но пока что особо некуда. Затем мы его соединим с другой муфобилкой, с флэммдэшем, который дается на 10 левеле после убийства Брутуса. Наша цель в данной локации как можно больше мобчиков зафармить, получить в идеале шестой с половиной, седьмой уровень. Если это получится сделать, то отлично. Здесь я услышал, что на мини-карте увидел значок филдфильтра, что мне упал хороший предмет с лик-механики на уникальную шмотку. Вот, поэтому решил за ним вернуться тоже, вот, чтобы затем сделать. Однако, я его решил сразу не делать, поскольку урона пока малая. Я знаю, что после того, как мы убьем крабика, да, то мы с огромной вероятностью сможем закрафтить себе пушку на восьмой уровень. Вот, и тогда уже с большим количеством урона за счет того, что у нас будет закрафченная пушка, мы этого мобчика пробьем гораздо быстрее. Поэтому гораздо разумнее сделать рецепт позже, нежели прям сразу, как только мы его обнаружили. В локации Climb мобы суперопасные. Одна из причин это как раз козлики с молтеншеллом, вот куда я сейчас впрыгиваю, у меня отрывает пол лица. Другая причина это скелеты с огненной стрелой, которая поджигает и очень много урона на огнем наносит. И физой тоже. Очень нужно их остерегаться, особенно если, как вот в данном ране, получилось, что не упало ни одной средней фласки. Если вы не уверены в своих силах, да, и ловкости, и в том, что вы увернетесь от всего этого, то нужно озаботиться и купить, либо найти фласки побольше. В идеале, конечно, фласки на шестой уровень. Вспоминаем про то, что у нас телепорт стоял с Амерт Пассажей, как только мы дошли до вейпоинта в лор-призоне. И идем, собственно, дальше. Наша цель здесь в идеале получить восьмой уровень. Не обязательно прям вот со стопроцентной вероятностью. Ну, хотя бы там седьмой с половиной, чтобы у нас было, чтобы не просить по уровню и успеть получить какую-то экспу до убийства Брутуса. Вот. Восьмой уровень критичен, поскольку как раз тот рецепт на Ванду, который мы будем делать, он дает нам пушку восьмого, которая требует восьмой уровень персонажа. До восьмого левела мы не сможем выкипнуть. У нас, судя по всему, в этом ране не получается получить восьмой после Крабика, но это не страшно. Вот. Это не критично. Это все равно нормально, поскольку мы убьем пару патчек монстров в следующей локации и будет вроде как уже и восьмой. Подбираем лут. Здесь нам очень важны в принципе шмотки желтые, шмотки синие, поскольку с них много фрагментов дается. Нам на крафт нужно будет как раз кольцо с каким-либо резистом, белое в первом акте, пушка с ну каким-то свойством на ней, то есть магическая пушка, и сфера типа альтерейшн, переменка. Вот. Мне здесь не хватило одной шардинки, а просчитался на то, чтобы закрафтить себе, ну в смысле, для того, чтобы транзмутку получить, поэтому я у вендора нашел синюю пушку с подходящими сокетами и решил на ней закрафтить урон. Вот мы делаем с аэрон ринга и любого зеленого гема кольцо на урон молнии, и как раз ванду, которую только что купили, синюю с этим кольцом и переменкой задаем вендору и получаем как раз оружие на восьмой левел, которым будем пользоваться фактически до конца второго акта, пока мы его не обновим еще раз аналогичным рецептом, но уже с желтикими кольцами. пришли в ловер призн, здесь у нас триал в данном лейауте довольно легко догадаться, что он в западной стороне арены, чуть ниже вейпойнта. Пока бежим тут, за рычаги дергаем, смотрим, что тут вообще у нас в инвентаре, подбираем какие-то фьюзинги, которые падают. Фьюзинг довольно важен, поскольку, как и в многих других забегах, вы будете использовать как раз камни, которые даются на 28 уровень, они требуют шансик, а шансик можно получить как раз в том числе, если у вендора его купить за фьюзинг. Так что, фактически, в начале фьюзинг имеет большую ценность, как именно штука для шансов. Как только поставил пушку, нашел себе цель с не очень большим запасом хп, не очень опасную, вот, и ее закидываем как раз ловушками, получаем себе уникальные перчатки на мфх, не то, что самый лучший дроп, в идеале, конечно, из-за каких-то ранних уников, самыми ценными были бы тапки вандерласты на скорость бега и антифриз, либо же голдрим, либо же, не знаю, может быть, табула, но табула на самом деле не такая полезная, как перчатки, но еще перчатки, кстати, на заряды и скорость атаки, скорость каста тоже могли быть полезными, но ничего из-за этого не упало, даже если уник прокнул такой не особо нужный, то все равно можно будет его разобрать на составляющие и составляющие уже как-то использовать, поскольку суньков довольно много чего падает. Перед тем, как убивать брутуса, в идеале получить хотя бы девятый уровень, но восьмой, если вдруг что, достаточный для того, то срафтенный палка у нас урона более чем предостаточно. Стоит отметить, что если вы вдруг не насобирали ресурсов до брутуса для того, чтобы закрафтить себе палку, отчаиваться не стоит, но в таком случае нужно очень четко следить за состоянием вашей маны, поскольку вам тогда нужно будет гораздо больше раскинуть ловушки в брутуса, чтобы он отъехал, поскольку урон у вас будет меньше, если у вас пушка будет не закрафчена. И тогда вам нужно будет больше чем одна маленькая фласка. То есть здесь у меня фласок в принципе достаточно было бы даже если бы я бил брутуса и без крафта. Но тем не менее на шеду особенно с ловушечками за этим следить вначале нужно очень и очень пристально. Если с крафченной пушкой это не так важно, вам одной фласки хватит, потому что у вас урона с ловушки очень много, то вот если у вас этой пушки крафченной нету, то тогда уже может быть поинтереснее. А кайтить его кругами кидая по одной ловушке в минуту это не очень приятное занятие, скажу и вам, как человек, который пробовал это делать неоднократно. Находим тапки с МСом тем временем, сразу их ставим, пока что используем тушку, поскольку у нас сокетов не хватает в других слотах, тушка немножко замедляет на 3%, но это не критично, учитывая, что тапки дают 10% скорости бега. Покупаем ауру виталити на регенчик, покупаем смокмину на мобильности, забираем за награду за брутуса побилку, называется флеймдэш, которую мы заменим и поставим его вместо разблинка, поскольку у флеймдэша зарядников побольше, он поприятнее. Получаем левел 9 в признерсгейт, очень приятные по экспе монстры, они хорошо кучкуются, и нам нужно как можно раньше получить левел 10 для того, чтобы надеть как раз такие новые способности, которые нам дали за брутуса. Дропаем большую фласку на хп, это крайне важно, без нее будет тяжело убивать Марвел, придется там ее супер дупер ультра мега аккуратно бить, чтобы она по вам не попадала, иначе это может быть опасно. Вот, и движемся дальше в сторону пиратика. по пути лутаем мопчиков, получаем 10 уровень как раз, довольно хороший тайминг, ставим сразу мину, мина позволяет делать разные скипы, плюс она дает немножко скорости, плюс она позволяет делать всякие разные фишки, как например, можно обратить внимание, что многие игроки, в том числе, используют ее в том случае, например, вот в бежите, у вас пока персонаж не очень быстрый, и вы видите, что вам что-то дропнулось с монстра немножко позади, да, и в таком случае, что вы можете сделать, это кинуть мину вперед, по ходу движения самим вернуться назад за предметом, и потом задетонировать мину, и снова оказаться впереди, и получится, что вы тем самым сэкономите немножко времени. В локации Шип Грейвьярд, или, видимо, кладбище кораблей, черт его знает, как она локализована, а вот здесь нужно найти пещерку, которая, как правило, находится неподалеку от выхода из локации, вот, и нам, ну, опциональнее, ну, опционально можно ее либо сразу сделать, либо потом лучше сразу ее сделать, потом выйти из локации, и протонуться на пиратика, на Файр Грейвса. В данной локации все довольно тривиально, как правило, то есть сама локация по форме прямоугольная, вы начинаете из одного из углов, и вам нужно прийти ровно в противоположный угол для того, чтобы найти квестовый предмет. Однако тут стенки иногда генерятся таким образом, что какие-то тупички бывают, и тут, даже если вы знаете, куда идти, иногда приходится немножко поблуждать, но это ничего страшного. Тут важный момент, что вылупляется вот этот уникальный моб перед квестовым предметом, его не убить и кликнуть на квестовый предмет, то тогда он по скрипту вас запустит, с большой вероятностью попадет и заморозит колд снэпом. Укусом стужи. Вот, и чтобы этого избегать, можно либо два кольца на колд резист брать, можно просто пытаться как можно быстрее от него упрыгать, так, чтобы, если даже он по вам попал, то, ну, он бы вас подфризил, да, но вы просто постоите в экране от него, и ничего страшного, никто по вам бить не будет. А можно просто убить этого мобчика, потому что с него может что-нибудь еще полезное выпадет. Если у вас такой вот билд через ловушки, например, то времени это много не займет, вот, а даст возможность что-то с него подлутать, почему бы и нет. Убиваем пиратика, получаем скиллпоинт, после того, как мы убили, вернее, после того, как мы зашли в пещеру к Мэрвейл, нам сразу дают награду на 12-й левел, здесь мы берем ловушку молнии, вот, или лайттрапу, продаем все то барахло, что нам нападало, в дальнейшем нам понадобится порядка, не знаю, 5-6 переменок для того, чтобы купить все способности, которые нам нужны, а также трансмутки пригодятся для того, чтобы крафтить себе резисты. Что-то я забыл в городе сделать, по-моему, кольцо я хотел купить, я не помню, да, кольцо я хотел себе скрафтить на сопротивление к холоду, крайне полезная вещь для того, чтобы выживать на Мэрвейл, на боссе первого акта, поскольку у нее большинство обилок как раз носят урон холодом. Ищем в пещерке выход, находим тупички, это нормально, главное, мобчиков убивать. в первой пещере моба не сильно опасны, можно спокойно их фейстанчить, можно бегать, в принципе, просто ставить в них фрозбамбу, ничего вам за это особо не будет, но если не встретится какой-нибудь противный экзайл, там, или еще что-нибудь такое, эдакое, вот, а в следующей же локации, которая называется Каверн оф Рат, и которая содержит непосредственно босса, в конце присутствуют красные кальмары, которые могут быть чертовски опасными, единственным способом надежным от них защищаться, кроме того, чтобы просто не получать этих урон, да, и уворачиваться, как я здесь делаю, можно, в принципе, накрафтить себе на шмотке хотя бы парочку крафтов на сопротивление к огню, поскольку эти крафты становятся доступны, опять же, на 12 уровне, после того, как вы в пещеру пришли, то это можно делать, если вы их очень боитесь по какой-то причине, ну, либо просто быть на очке, как говорится, и аккуратненько их кайтить, и не прыгать в темноту, где вас могут поджидать эти ужасные твари. Подходим к боссу, как только попадает он в рейндж, сразу накидываем ему ловушек, кроме, ну, мы, по идее, здесь, что, должны спамить взрывную ловушку, ну, либо в ловушку молнии, в принципе, не очень важно, урон у взрывной ловушки в начале чуть выше все-таки, вот, и время от времени покидывать с нее еще капкан, который называется биртрап, вот, также ставить фрозбамбу полезно для того, чтобы подзамедлять врагов, ну, и по сути, просто кайтим ее и сдержим с ней по максимуму такую умеренную среднюю дистанцию, для того, чтобы она не кидала вас в маленькие сферки, которые очень быстро летят и являются очень и очень опасными, все, идем дальше, идем дальше, второй акт, в принципе, здесь уже проходится практически полностью на ловушке молний, как и вся остальная сюжетка, но здесь такой момент, что нужно переставить, как бы, ну, опять же, в идеальном, как вот сейчас, есть у меня перчатки с двумя зелеными и одним синим сокетом, и это хорошие линки для взрывной ловушки, вы туда ставите Swift Assembly и Added Lightning, вот, и нужно, когда вы меняете свои скиллы на ловушку молний, которая обладает более хорошей зачисткой, поставить ее в шмотку с двумя синими, одним зеленым, поставить туда Added Lightning и Swift Assembly, вот и все отличие, вот и весь swap, очень просто и очень быстро делается, при этом многим людям нравится вместо Swift Assembly использовать Multiple Traps, которая позволяет три ловушки вместо одной выкидывать, кидаются и кидаются они в ряд, мне лично этот саппорт нравится чуть меньше, он дает чуть похуже урон в соло цель, вот, а при этом на зачистке все равно в данном стапе используется Frost Bomba, вот, но зачем Frost Bomba, спросите вы, здесь до сих пор фигурирует, ответ довольно прост, она позволяет генерировать Unstod или Боевой Rush, и у нее достаточно урона для того, чтобы взорвать белых монстров вплоть до пятвакта, единственное, что немного неудобно следить за ней поначалу, это требует некоторой привычки, в принципе, если вы никуда сильно не спешите, вы можете ее и не использовать вовсе, то есть она здесь используется по большей части как раз для вот этого бафа, который ускоряет вашего персонажа, вот, ну и не знаю, мне привычно ее использовать, ну не испытывая каких-то больших проблем с этим. Убиваем медведя, убиваем медведя мы не просто так, а для того, чтобы за квест получить фласку на скорость бега еще одну, продаем все шмотки, которые нам не нужны, здесь нам во втором акте опять же нужны и трансмутки, и переменки, поэтому по возможности шмотки продаем идентифицированными, находим тапки на 15% скорости перемещения, бежим дальше, пока что надеть их не можем, просто по ограничению по левелу, они по-моему только 16 доступны, вот, но тем не менее на хату по возможности меняем положение камушков, которые нужно будет переставить, когда мы найдем собственно достаточно экспы, чтобы надеть более хорошие ботинки, идем в первую очередь во втором акте в Chamber of Sins, поскольку здесь уровень монстров нормальный, 15, то есть мы здесь не получаем штраф по экспе, а также здесь монстры в принципе довольно простые, и нам дадут камни довольно быстро на 16 уровень, вот, и как раз мы перед паучих и сможем в таком случае эти камни начать использовать, и спускаемся на второй этаж, на первом этаже довольно легко ориентироваться, наверняка многие из вас заметили, многие из вас знают, что там есть точка waypoint, точка телепорта, и она находится в круглом зале, и она все время находится в той стороне зала, которая ближе к переходу во второй уровень локи, то есть вы проходите все время по-любому мимо этого зала, и можете легко сориентироваться, куда идти, вот, в данном случае точка была с восточной стороны, и поэтому на восток мы сразу пошли и пришли к следующей локи, довольно просто. Находим триал, в этой локации стоит довольно сильно остерегаться монстров, скелетиков, которые пуляют молнии, здесь в принципе большая часть урона в этой локации, которую наносит монстры, он как раз молниевый, и это может быть очень опасным, учитывая, что часто здесь используется спарк, который сейчас на экране происходит, и который отскакивает от стены, может накладываться и неожиданно наносить очень-очень много урона, если у вас нету колец, либо каких-то других шмоток на сопротивление к молнии. Берем ноды на скорость броска ловушек, скорость броска ловушек супер универсальный, супер полезный эстат, который дает нам как урон в соло цель, так и скорость зачистки, по сути. Подбираем все, что нам дропается для того, чтобы разбить это на реагенты, а потом закупиться тем, что нужно. После Фиделитаса нам становится доступным выбор камней у вендора на 16 уровень, который предназначен, мы покупаем здесь скитерботов и берем за квест Геральтов Тандер. Обе эти обилки нацелены для того, чтобы наносить больше урона, и их мы будем использовать еще довольно долго. В данной локации в Ривервейс, которая ведет нас к паучку постепенно, мы стараемся получить как можно быстрее 16 уровень. В принципе, здесь, если даже будет 15 уровень, у нас это нормально. Основная наша цель, что мы хотим добиться, минимальный порог, это 16 уровень на паучке, поскольку на 16 уровне мы как раз сможем надеть на себя вот эти камни, которые мы купили, ауры первые, которые мы будем активно использовать в бою с боссом, чтобы побыстрее его слить, чтобы сделать это как можно безопаснее и шустрее. Здесь в Астерн Форесте спускаемся по дороге и ищем вайпоинт, точку телепорта. Точка телепорта слева от дороги, значит, паук будет справа от дороги, потому что пещера паука все время с противоположной стороны от вайпоинта. Такое вот интересное наблюдение, которым можно пользоваться во время любого рана. Даже если вы не сильно спешите, но знаете, что паук все время с противоположной стороны от вайпоинта. Заходим в пещерку, здесь нет какого-то прям супер универсального рецепта, куда двигаться, как правило, он либо справа, либо слева, иногда нужно будет какую-то петлю сделать, но, как правило, там с одной стороны тупик, с другой нет, вот где не тупик, туда и идем, в общем-то. Тут лея довольно статичные и можно с практикой как бы уже примерно начать запоминать, понимать, куда двигаться, даже без какого-то точного знания лейаутов досконального. На паука мы уже поставили обе ауры, геральтов тандер и скитерботов, также у нас стоит с первого акта аура на регенчик, она не обязательно, но крайне приятна. Заранее накидываем, вот видите, здесь остановлю, видите, вот здесь вот такая кучка костей или еще чего-то, чуть выше, чем эту кучку костей, мы накидываем заранее ловушек и подходим, босс спускается и на эти ловушки падает и довольно быстро отъезжает. Если настакать там как можно, ну сколько там, не знаю, штук 16, сейчас можно максимум положить на этом этапе игры, вот, если по максимуму там настакать и кинуть туда еще сверху капкан, то в принципе паук может чуть ли не сразу отъехать. С варбанером почти уверен, ну что значит почти, уверен, что с варбанером подобным сетапом можно его шотать, к сожалению, варбанер шедоу не дают, так бы можно было подобные вещи проворачивать. Хотя, возможно, для этого придется не одну пушку закрафтить, а две на этом этапе. Но шотать паука довольно приятно. С него много чего надропалось, снова что-то ндфм, что-то нет, продаем. Нам нужно будет еще несколько переменок, как минимум две переменки нужны будут для того, чтобы закрафтить себе оружие. Также еще парочка или троечка пригодится для того, чтобы купить себе всяких разных способностей. В данном случае я очень много времени провожу в городе, поскольку пытаюсь понять, откуда взять силушки богатырские на то, чтобы использовать виталити, но решил, что потом при случае куплю себе пояс на силу, который забыл купить в первом акте. Как-то под руку не подвернулся. После того, как разобрались с пауком, нам дают еще пачку саппорт гемов, которые не будут использоваться фактически до 28 уровня нами в этом забеге. Поэтому мы сразу бежим делать квест с бандитами и начинаем с Крейтлина, поскольку он в стороне и нам все равно нужно его будет убить. мы будем помогать Алире. В принципе, можно не помогать Алире, не помогать никому и получать 2 очка навыка, но в начале в подобных ранах на самом деле нет большой нужды в том, чтобы получить какой-то дополнительный 2 поинта. Они дадут не так много, как даст помощь Алире. Но это довольно индивидуально. Говорим с Крейтлином. Накидываем ему в это время, пока мы заговариваем ему зубы, накидываем побольше ловушек ему под ноги, а потом говорим нет, все, пора взрывать и жахаем его. Покупаем пояс на силу, ставим его вместо того, что у нас был до этого, возвращаем на место ауру на регенчик и движемся к Ауку. Мы действуем опять же в таком порядке, поскольку первых уровней зон, по идее здесь повыше, да, украйтлина 16 уровня зоны, здесь 19, поэтому сюда имеет смысл чуть попозже идти, а также ну нам все равно алиру нужно делать последний. Вот, накидываем точно так же заранее ауку под ноги, он пытается отхиливаться, что-то кричит, вяжет, пищит, но все равно квестовые айтемы нам отдает, никуда он от нас не денется. Не забываем по ходу движения прожимать фрозбамбу и получать анслот. Здесь я решил сначала сделать триал еще один в крипте, в принципе не очень важно когда именно его делать, наверное самым рациональным вариантом было бы сделать его уже после того, как мы возьмем все пассивки в дереве на скорость бега, но я решил, что у меня 15 месса есть и этого в принципе нормально должно хватать, чтобы довольно шустро добежать через вот эти вот руины кладбищенские какие-то непонятные зоны до триала, которые нам в любом случае нужно будет сделать для того, чтобы пройти лабу после третьего акта. Здесь фактически бежим по дороге, ничего такого особенного нету, есть некоторые зоны, которые можно подсрезать по бездорожью, но это мелочи, которые не очень сильно повлияют, даже если вы будете так делать. Тут у нас что? Тут тоже довольно статичные лейауты, в этой локе фактически мы просто стараемся не огрести от скелетов под духами, которые как раз с помощью коварных этих спарков наносят довольно много урона, неожиданно много урона, при учете, что у меня был лайтрез и регенчик, вот, но тем не менее. А также мы пытаемся в этой локе найти как можно больше ресурсов по-прежнему. Почему? Потому что как только мы разделаемся с бандитами, это произойдет уже совсем скоро, мы попадаем в наверное самую опасную локацию второго акта, которая называется вал руины. Вал руины опасны не только тем, что там можно запутаться и со скуки просто где-нибудь в уголке приуныть, но еще и тем, что там добавили довольно много опансовых монстров, которые наносят много физы и много фаер-урона, то есть урона огнем. И для того, чтобы как раз нивелировать тот урон, который там прилетает, нам нужен какой-то источник хотя бы сопротивления к огню. Вот, его можно достать либо получив какие-то кольца как раз на сопротивление к огню с помощью рецепта вендора, либо просто купив у вендора. Можно закрафтить на шмоточках резист, для этого понадобятся трансмутки, либо как вариант найти какую-то эссенцию на фар-резист и использовать его на любую часть брони, то есть перчатки, шлем, тушка, щит, тапки на что-нибудь из этого. Перед тем, как пойти в алруины, как раз поэтому мы стараемся делать все остальное, чтобы поменьше там рисковать. В принципе, можно идти туда и напрямую, до того, как делать бандитов никто не мешает, но это будет чуть более рисковым. Так что, если вы чувствуете, что вы рисковые, то можете и без резиста туда идти и просто на как бы скилее на бешеном микро пролететь и не заметить. Вот я же в этом ране перед тем, как туда идти, сделал все остальные квесты и докрафчиваю сопротивление к огню за счет того, что у меня было как раз пара лишних трансмуток скоплено, которые оказались совсем не лишними, как можете видеть. Теперь у нас порядка сорока сопротивления к огню и этого более чем достаточно для того, чтобы не отъехать в данной зоне. По ветке мы взяли ноды на ловушечки, которые были рядом, и движемся к нодам на скорость перемещения и на уменьшение кулдауна, то есть времени отката обилок, которые позволяют нам прыгать, скакать, перемещаться быстро. в вайл-руинах лаяут довольно неприятный бывает, мне же по-моему в этом ранее заспомнился самый короткий из них, такой зигзаг, который довольно шустро ведет нас к выходу. Я довольно неприятный, сложный, но не нужно отчаиваться, можно идти по стеночке и смотреть с какой стороны в тумане войны какой-то рельеф еще появляется и двигаться в ту сторону. Это довольно хороший признак, на который можно здесь ориентироваться. И в принципе нужно помнить, что либо зигзагами нужно ходить, либо есть леяута, где нужно по периметру, по окружности от старта либо по, либо против часовой стрелки двигаться. В Нортерн Форест лучшая локация для фарма во втором акте, если вдруг тут у вас не хватает либо каких-то ресурсов, либо резистов, по какой-то причине вам их очень нужно, либо уровней, то в этой локации нужно фармить, поскольку тут сами видите плотность мобов просто огромная. И много чего дропается, часто бесты спаунятся, часто эссенции спаунятся, очень много шмоточек падает. так что если вдруг вы с кем нибудь играете или просто играете немного неуверенно в персонажей либо в своей собственной скиллухе, то тут как раз можно очень быстро поднять хороших шмоток и много высоких уровней получить. В других локациях в туром акте фармить значительно менее удобно и менее комфортно. в идеале получить здесь либо 19,5 либо 20 уровень у меня там даже чуть больше получилось это далеко не факт что прям хорошая вещь но с другой стороны это делает ран более сейфовым но чуть более медленным за счет того что мобов было убито многовато в следующей локации в кавернах мы идем по большой дуге такой кишке так называемый в сторону пирамиды все скипаем ставим по большей части фростбомбу в мобчиков которые обладают малым запасом здоровья типа вот этих кальмаров или духов на медведей внимания особо не обращаем поскольку они с одной фростбомбы не умирают вот и толку от них довольно мало хотя ну то есть если высоко высокий прок дамеджи проходит то они тоже могут помереть но это не особо стабильно происходит когда приходим в вход пирамиды здесь вейпоинт и мы заходим все время с одного из углов пирамиды и нам нужно в одном из оставшихся трех углов найти вход в следующую локацию нам повезло нашли с первого раза но часто бывает так что приходится почти все обойти вот но отчаиваться тут не стоит в собственно локации ancient pyramid которую мы сейчас видим тоже несколько этажей они все квадратные постепенно уменьшаются как будто мы поднимаемся вверх по этой пирамидке и на первом этаже переход на следующий этаж может находиться в любом из четырех углов опять же локация довольно случайным образом он располагается но на всех следующих этажах подъем выше находится строго на противоположной стороне локации то есть видите мы зашли справа значит выход ну проход на следующий этаж будет слева и тут уже ориентироваться очень и очень легко если вы знаете данную особенность этой зоны перед тем как мы дойдем до босса в идеале накопить себе достаточно ресурсов для того чтобы закрафтить снова с помощью рецепта вендора две свои палочки волшебные для этого нам понадобится два кольца две синие палки и две переменки у меня кольцо получилось только одно просто кольцо должно быть магическим именно для этого мы эссенцию используем и в отличие от того рецепта что мы делали в первом акте у нас результат будет уже на двадцатый уровень палки что как бы еще отличается это урон который нам дает то есть чем выше редкость кольца тем больше урона мы на пушки получим но при этом требования по уровню возрастает соответственно именно здесь мы ставим телепорт после того как уже активировали вала и портимся и все это делаем поскольку это экономит там время да все равно вал там очень долго вылупляется пока он вылупляется мы можем успеть поставить гемок обратно посмотреть на свой инвентарь почесать реп не знаю ну в общем это очень хорошее место такая естественная пауза в игре которая ну дает много возможностей для того чтобы все в порядок привести поскольку и так на крафт пушек уходит довольно много времени шустренько с закрафченной пушкой взрываем босса он бы лопнул еще быстрее если бы меня прокнула еще хотя бы одна эссенса либо алхимка их же у меня не было на данный момент но что есть то есть в принципе даже если одна пушка у нас закрафченная в первом акте одна в третьем акте то более чем достаточно для того чтобы проходить сюжетку там до китава а может быть даже и дальше в этом билде урона очень и очень много особенно если вы играете в такую довольно софткорную я бы сказал версию этого билда где вы очень большой упор делаете непосредственно на урон на скорость находим кларису взрываем стражей которые связали повязали вот и тут забавный момент если уйти от нее на полтора экрана а потом вернуться то она не будет очень медленно сидеть там развязывать руки полчаса а сразу поднимется и можно ее сразу опрашивать на предмет квестовых всяких вещей после того как заходим в город не спускаемся вниз нам не зачем общаться с вендорами мы сразу идем направо в сламсы здесь две вещи первая это вход в подвальчик в сюверс этот подвальчик пока что закрыт по квесту и есть выход собственно в крематорию это второй вариант нам туда нужно двигаться там будет триал то есть испытание для лабиринта первое из третьего акта находим еще один шансор в идеале в подобном ранее два шанса найти ну либо два фьюзинга либо один шанс один фьюзинг что-то из этого для того чтобы купить все обилки которые хочется купить вот и они нам понадобятся чуть позже на 28 уровне здесь же в крематории как уже говорил находим сразу вот видим книжечка в крематории только одна книжечка на миникарте может быть она будет рядом с триалом всегда сразу на нее движемся делаем испытания тут пол это лава в буквальном смысле и на него мы наступаем наступаем с осторожностью у нас есть в принципе ауэрон реген у нас есть довольно много сопротивления к огню поскольку мы его крафтили во втором акте на кольцах и никаких проблем это не вызывает однако когда вы подходите к боссу который здесь также присутствует а именно босса пайте который охраняет квестовый предмет она наносит в основном урон молнии поэтому сосредотачиваться только на сопротивлении к огню в этой локации но забывать про сопротивление к молнии тоже не стоит поскольку пайте может навалять реально если у вас будет ноль сопротивления к молнии то пайте реально может навалять это не шутки это неприятно вот мы к ней как раз подходим она все время находится в таком одинаковом тайле широкая комната рядом с ней несколько стражей которые либо физой либо молнии тоже бьют заранее пока она там с нами общается накладываем ей полный рот ловушек вот и практически сразу ее фейзим если бы у меня была вторая закрафченная пушка скорее всего она бы сразу бы и фейзнулась вот но поскольку вторая закрафченная пушка у нас пока не прокнуло поскольку не было эссенции дополнительной то ничего страшного опять же если в ходе подобных ранов вам вдруг не падает ни одной алхимки ни одной эссенции не стоит прям уж сильно расстраиваться у вас урона все равно будет достаточно просто будет чуть меньше урона наносить боссам это не критично после убийства пайти берем ключи берем проклятие элемент алвыкнесс не уверен что это самое оптимальное проклятие которое можно взять здесь но оно определенно полезно поскольку начиная с 28 уровня мы будем наносить урон разными стихиями вот сами увидите ну короче оно все равно довольно эффективно в принципе можно курсу брать какую-то другую в зависимости от ваших предпочтений после того как мы нашли квестовый предмет который охранял пайти мы спускаем сюверсы важно не забыть как раз с Кларисой поговорить забрать у нее ключи в сюверсах как обычно у нас перед вейпоинтом от старта локации где-то вот сверху слева будет один из трех квестовых предметов первый бюст поднимаем дальше мы находим вейпоинт и либо справа либо слева от этого вейпоинта будет еще парочка квестовых предметов то есть если вы подобрали первый но не нашли какой-то из двух последних то знайте что он будет все время выше чем вейпоинт здесь все время проверяем справа видите здесь справа ничего никаких дорожек наверх не ведет значит здесь квестов предметов быть не может посему мы идем налево и значит квестов предмет будет находиться под выходом из локации это довольно легко запомнить если вы пару раз ну если вы вдруг здесь путаетесь и захотите путаться меньше то понять как эта зона генерируется довольно легко если вы сами обновите то быстро поймете что к чему едем дальше выходим из сюрсов находим сразу шрайн шрайн приятный наконец-то добираем все пассивочки на скорость перезарядки и на скорость каста в верхней части ветки там еще пара пассив на скорость бега которые мы непременно возьмем вот но основные вот эти вот на скорость перезарядки обилок перемещения идем в катакомбы в катакомбах по большей части урон холодом если вдруг у вас тут ноль сопротивления к холоду то стоит задуматься поскольку скелетики тут очень 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 реально вас могут заморозить ищем мы здесь триал увидели плашечку вот эту с черепком триала движемся в ту сторону здесь вот эти вот книжечки на миникарте могут спауниться не только на триале но еще просто на стенке они есть ну а как правило они находятся неподалеку друг от друга так что на них сильно ориентироваться не стоит но в некоторых случаях они могут быть тоже полезными прыгаем туда-сюда стараемся особо времени много не тратить на триал в идеале после этого триала получить 24 уровень чтобы проверить вендора на наличие шмоток с четырьмя слинкованными сокетами которые как раз могут получаться только если у вас есть 24 уровень у меня же 24 уровня на данном этапе не было поэтому я просто продаю все лишнее забираю награду за квест и движусь дальше в marketplace а дальше в локацию которая называется battlefront battlefront может быть от вейпоинта либо справа либо строго на север либо сильно влево в зависимости от лейаута сильно здесь заморачиваться не стоит с тем чтобы все это запоминать даже вот если немножко приходится побегать кругами это не страшно поскольку вы тут мопчиков все равно найдете здесь выход просто на севере сгенерировался локацией тут довольно важный момент касательно уровня когда вы доходите до battlefront рядом с вейпоинтом вы подбираете квесты предмет дальше у вас есть выбор идти в solaris temple либо в доке в доках гораздо более приятная экспа но при этом есть еще такой момент который заключается в уровне монстров там уровень монстров 29 поэтому идти туда ниже чем на 24 уровне крайне противопоказано если у вас не будет 24 уровня то вы будете получать очень высокий штраф по экспе который вы получаете за убийство монстров поэтому если вы заходите в battlefront у вас 23 и 24 даже не пахнет то гораздо более правильным будет вариантом пойти сначала в solaris temple сделать его получить там уровень а после этого уже идти в доке поскольку в доках опять же повторюсь уровень монстр 29 а в solaris temple там как раз 28 то есть разница по уровню не такая большая здесь довольно важный момент мне упала тушка с четырьмя линками как раз с цветами которые мне подходят то есть три зеленых один синий эти цвета будут использоваться в дальнейшем нами для того чтобы поставить сильные ловушки которые даются на 28 уровне ветку мы планируем таким образом чтобы на 28 уровне опять же получить плюс один заряд на ловушках которые обладают кулдауном и в данном ране по моему как раз получилось удачно в этом плане все срослось я ничего не забыл в плане ветки и как раз плюс один заряд был ровно когда нужно после того как мы делаем доки мы движемся в солярис он находится все время на севере от вейпойнта и еще одной причиной делать солярис темпл после доков является экономия времени небольшая поскольку в солярис темпле вам нужно два квестовых предмета один из которых вы получаете в доках а второй в баттлфронте принести NPC даяля вот и ну просто удобно приходить к ней когда уже оба квестовых предмета у вас в инвентаре имеются а не идти сначала к даяле потом идти за квестовым предметом потом снова идти к даяле вот согласитесь это звучит не очень рационально я думаю что с этого момента можно немножечко начинать ускоряться поскольку здесь ключевых моментов будет уже не так много в ходе этого рана просто к этому моменту мы уже стараемся максимально застапить все шмотки которые можно и идеальным планом как бы для подобных забегов до китала в пятом акте является получение всех необходимых вещей для завершения рана в конце третьего акта то есть если вы планируете тоже поучаствовать например в ивенте или просто для себя немножко потрениться посмотреть насколько вы быстро можете пробежать до китавы по сравнению с другими игроками то нужно планировать как раз все необходимое необходимые минимумы себе собрать как раз к моменту конца третьего акта получаем награду амулетик на дексу именно амулет на дексу я беру поскольку я собираюсь использовать ауру грейс в ходе первых попыток на таком персонаже забег до пятого китавы я обнаружил что без ауры грейс очень и очень рискован оказывается побег до пятого китавы как раз уже в четвертом пятом акте поскольку там много монстров которые наносят именно там урон сатак по большей части физы и как раз грейс сильно помогает не получать слишком много демоджи здесь в эбони баракс куда мы только что прошли мы обязательно убиваем гравишу босса поскольку за него нам как раз дают те ловушки которые мы будем использовать в дальнейшем для убийства боссов находим еще одну эссенцию это является хорошим поводом заглянуть к себе в на в хайдаут и закрафтить себе еще одну пушку поскольку у нас крафт только один был на 20 уровень в принципе опять же можно было бы и запить на это в целях экономии времени но мне хотелось этот ран сделать более сейфовым и ну раз нашел решил что потрачу 15-20 секунд времени на то чтобы получить ощутимо больше ощутимую прибавку урона тем не менее мы сразу в портал не прыгаем для того чтобы это все закрафтить дошли до вейпоинта я решил что убью пайти и так а потом уже в момент когда мне нужно будет переставлять камни и все равно нужно будет там что-то делать с инвентарем что-то покупать вендоров синхронизирую этот момент с крафтом пушки вот на этом этапе пока мы идем к пайти здесь на втором этаже лунари стоит обратить внимание на вот эти длинные ступеньки я даже чуть-чуть это мотаю вот это на миникарте и ну собственно глазками видно длинные ступеньки они очень характерные их три штуки таких ступенек в локации и они ведут к боссу причем первые ступеньки они в каком-то случайном направлении а вторые и третьи ступеньки они все время в одном и том же направлении идут то есть видите здесь ступеньки идут с юга на запад ну то есть таком направлении и значит следующие ступеньки которые мы должны искать они в том же направлении будут и в другом быть не могут поэтому мы быстро находим и тут когда мы на них поднимаемся видим три телеги две телеги с одной стороны одна с другой все время поворачиваем в сторону одной телеги и продолжаем двигаться в том же направлении то есть если у нас ступеньки смотрят на северо-запад да то мы движемся на северо-запад и в 90% случаев это позволяет довольно быстро найти локацию с боссом по в момент убийства пайти в этой локации мы в идеале хотим получить 27 уровень вряд ли более высокий уровень нам нужен для того чтобы в конце акта получить 28 если мы не получим 28 уровень у нас не будет доступа к новым обилкам которые очень и очень и очень сильно бустят наш урон вот поэтому уровни здесь очень важны закидываем пайти аккуратно если вдруг вы себя чувствуете неуверенно можно поставить здесь телепорт и когда вы выходите в телепорт возвращаетесь обратно то с арены стираются все значит вот эти порталы которые она ставит для того чтобы превращаться в более стрёмную свою версию тут последний такой крупный вендоринг мы продаем все что нам не нужно докрафчиваем как раз еще одну пушку раз уж мы здесь оказались в городе для этого как раз эссенцию кидаем в кольцо на лайтрез и все это продаем вместе с вандой кольцом и переменкой тут покупаем сейсмическую ловушку покупаем лайтник спа лайтник спайр трап и флейм троу трап короче ловушки физовую огненную и ловушку вот этот шпилем шпилем молнии наверное не знаю хэхэн переведен вот так же покупаем саппорт гема к ним трап от майн дэмэдж и контрол дэстракшн вот все это перетасовываем в инвентаре и готовимся как раз к тому что мы получим 28 уровень и все эти штуки будем использовать как раз вкачиваем пассивку которая дает нам один дополнительный заряд на ловушке с кулдауном это можно заметить по тому что вот здесь у нас на тултипе у нас было 3 раньше заряда ловушки стало 4 на этом этапе как только мы получим 28 уровень мы избавляемся от ауры геральтов тандер и от ауры виталити и вместо них мы ставим ауру грейс или грация вот делаем это поскольку реген у нас будет дальше с мастерей который мы берем ветки на реген при активации ловушек во вторых в дэмэджу у нас уже более чем достаточно мы используем несколько сетапов ловушек с очень высоким уроном они у нас быстро откатываются за счет пассивок как раз на дополнительный заряд плюс скорость перезарядки ловушек вот то есть тут нам геральт уже такой большой прибавки не дает у нас практически 28 уровень на входе в локацию с боссом третьего акта это нормально сам по себе босс по большей части наносит урон молнии однако есть некоторые хитрые моменты на подходе к нему на первом этаже вот здесь где мы сейчас находимся довольно много урона холодом у монстров а на следующем этаже у нас довольно много урона огнем у монстров и перед самим боссом есть несколько таких мини-моб мини-боссиков которые наносят урон всеми тремя разными стихиями а также физой вот поэтому нужно быть готовым ко всему и в идеале здесь должно быть хотя бы по 50 каждого резиста вот также как раз аура грейс сильно помогает для того чтобы по вам меньше попадали вот и позволяет более легко справляться с второй пачкой вот этих мини-боссов которые воюют на стороне доминуса движемся вверх получили 28 уровень поставили все камни lightning spire seismic trap и flame thrower trap вот и поставили ауру грация берем как раз пассивочку мастере на восстановление здоровья при активации ловушек поскольку у нас больше регена особо нету ниоткуда и очень быстро стираем боссов я наверное даже отмотаю назад чуть-чуть и давайте посмотрим это на в реальной скорости как это происходит чтобы вы получили представление заранее накидываем под ноги боссом разные ловушки и они практически моментально плавятся несмотря на то что у нас только там три линки белые шмотки фактически ну это все происходит за счет того что просто сильная комбо ловушек плюс у нас ветка спекнутая довольно сильно в дэмэдж а также ванды закрафчены на урон с помощью рецепта вендора как раз без проблем разбираемся со всеми этими ребятками даже без геральтов тандера пока босс спускается с крыши накидываем ему под ноги тоже заранее все не забываем кидать капканчик капканчик молодец капканчик увеличивает входящий урон от других ловушек и довольно быстро босс плавится ждем пока он вылезет ну и здесь уже на самом деле если это такой момент что у меня фласки на ману не было заряженной вот и скорее всего придется в город протонуться да пока босс вылупляется вылупляется он медленно можно слетать в город пополнить фласку и уже вернуться и он как раз вылезет вот в принципе такой удобный момент для пополнения фласок закидываем он почти моментально умирает и идем дальше а дальше все довольно тривиально поскольку у нас уже есть все ловушки которые мы используем нам остается перед тем как пройти в лабу закрафтить себе все резисты чтобы ни о чем не думать вот а дальше просто по минимуму убивать монстров чтобы хотя бы 34 уровнем быть когда мы придем к китаве вот и уже просто следить за тем чтобы персонаж не умирал чтобы умирали монстры а не персонаж вот и как можно быстрее бежать к поставленной цели если вдруг у вас какая-то просадка по опыту то акведук либо драйд лейк это две отличные локации в начале четвертого акта в которых можно получить много экспы или лута так что если вам нужно подфармить то стоит использовать их в зависимости от того какой у вас уровень вот а если вдруг у вас в третьем акте не хватает опыта либо какого-то лута то стоит использовать доки здесь мы в драйд лейках можно скорее ищем босса вола под ноги ему накидываем все ловушки кидаем вертрап он почти моментально склеивается на данном этапе нам понадобится довольно много всяких ресурсов во первых стоит закрафтить как раз резисты на шмоте на тех шмоточках где у вас нету хп но есть резисты например имеет смысл докрафтить немножечко хп за один альтерейшн или за одну переменку вот и там 15-25 хп дается вроде как мало но учитывая что у нас всего 500 хп на данный момент не так уж и мало если так подумать лишний полтинничек хп никогда не повредит особенно на таком вот этапе игры в майнс ничего особенного кроме рецепта на крафт сокетов нету он нам не нужен мы его скипаем в старте лиги например естественно стоит его кликать как и остальные рецепты просто чтобы за ними не возвращаться если им вдруг понадобится во втором же этаже майнсов есть квест который необходимо сделать для того чтобы получить очко навыков фактически мы должны просто найти большой высказательный знак на миникарте вот кликнуть под уху и потом за это забрать награду один из самых удобных квестов под фэкзайл в принципе просто найди большую штуку кликни и все и получи награду это это топчик но его сторожит довольно стрёмный моп с которым мы стараемся не связываться если вдруг вы дошли до конца локи но не нашли предмет разумным будет поставить в конце локи телепорт потом пройти до вейпоинта и с вейпоинта вернуться в город вернуться в тот телепорт который вы оставили и уже найти дух чтобы не бежать всю дорогу обратно вот такое иногда случается этого не нужно бояться нужно просто следить за тем чтобы у вас был монтаре телепорт и не забывать про него в принципе в данном акте довольно важно запастись телепортами об этом чуть позже более подробно расскажу а пока что мы отправляемся в лабу в лабе мы хотим кратчайшим путем добраться до изара кельнуть его снова кратчайшим путем до изара кельнуть его и так далее и при этом не отъехать самим потому что хоть это и норма лаба если у вас не будет резистов если у вас будет слишком мало хп если вы будете впитывать все подряд весь подряд урон от босса то он может вас и прибить на самом деле не стоит тут слишком взрываться но урона очень много если чуть заранее до того как он выйдет на своем лифте запрестакать рядом с ним ловушки как раз за счет этого вы можете очень и очень быстро его сносить в целом изара не должен ни с какими бафами в первом акте представлять большой угрозы самое неприятное комбо наверное которое может быть это горгулье и какие-нибудь идолы на урон вот если их не прибивать то они могут быть довольно опасными лейтенанты тоже могут быть довольно опасными если у вас примерно такое количество здоровья как здесь у персонажа порядка шести сотен шести семи сотен вот здесь как раз лейтенанты прокнули следим за ними на всякий случай поэтому как бы не стоим на месте чтобы они лишний раз не попадали сразу как только получаем тридцатый уровень обновляем фласки которые заранее были заготовлены в инвентаре и бежим дальше по лаве не стоит бояться бегать если у вас есть хотя бы полтинник сопротивления огню а также фласка на хп хотя бы на 24 уровень поскольку в таком случае вы можете просто нажать фласку и у вас хп будет вполне себе регениться поэтому не стоит панически бояться лавы но если вы опять же неуверенно себя чувствуете вы можете никуда не спеша подождать пока лава пройдет сделать все свои делишки подергать за речешки и ну чуть медленнее но чуть более сейфово пройти но опять же я не вижу никакого смысла здесь многие люди удивляются говорят что ничего сядь что ты там как-то по лай бегаешь ну просто на фласку нажимаешь и бежишь главное чтобы резист был и фласка была не супер низкого уровня опять же изара подъезжает накидываем заранее ловушки подманиваем его на них и он очень быстро склеивается тут ничего из лута мне не нужно саботеры берем ноду на ловушке она даст вам больше урона если вы хотите проходить более сейфово то можно взять ноду на реген или же ноду на блайнд на ослепление и та и другая нода довольно сильные в плане выживаемости но оно мне здесь не нужно было в продолжении бежим сразу дресса дрим в принципе нет большой разницы бежать сначала дресса или кауму в принципе локация вторая локация с дресса она более опасна чем каумовская поэтому обычно к дрессу сначала бегут потом после первой локи перепрыгивают кауму но в рамках данного рана у меня уже 31 уровень был я решил что я сразу пойду дальше если бы я хотел продолжать играть после пятого акта еще то здесь бы я пошел сначала после первой локи доресса я прошел в первую локу кауму и получил бы 32 уровень прежде чем идти дальше чтобы опять же ну не слишком сильно резали опыт но в этом ранее мне уже достаточно экспы я уверен что я получу 34 уровень для убийства китавы вот поэтому мы напрямую бежим к босику закидали мини боссов бежим к доресса доресса по большей части наносит урон колдом и физой поэтому если у вас эти резисты проседают то нужно их накрафтить либо колечко поставить доресса может быть не очень удобным файтом поскольку он довольно юркий подвижный он может туда-сюда прыгать поэтому стараемся кинуть замедлить его ловушкой вернее капканом вот и накидать ему ловушек заранее под ноги пока он всякие реплики свои произносит и переходит из фазы фазу не забываем кидать проклятие на него и всячески дебафать чисто теоретически неплохой вещью будет еще здесь использование скилла который называется wave conviction который также понижает вражеские сопротивления но поскольку я использую всякие разные стихии я тут особо не использую wave conviction поскольку он уменьшает сопротивление только для одной из стихии но его можно использовать как вариант как можно заметить фрозбомба по-прежнему довольно активно используется и конка бафан слота должна как можно более стабильно висеть на персонаже и ну собственно давать скорость это довольно критично не сказать что тут прям перманентный он будет с таким стапом но довольно часто его можно прокнуть и это неплохой момент по сравнению с тем как если бы мы качали совершенно без этого бафчика но тут уже зависит от того где чего сколько монстров ты находишь и насколько точно ставишь эту самую фрозбомбу на подходе к ауму мы здесь проходим такие вот терраски в конце последней террасы будет длинный мост который ведет на арену и на арене нас ждет босс стоит обращать свое внимание на то как сама эта арена выглядит видите вот эти вот сполохи они могут возникать либо снизу либо вот здесь возле этого фонтана лавы либо возле дальнего фонтана лавы если эти сполохи возникают то в скором времени отсюда начинают лететь снаряды которые носят урон огнем которые могут наносить много урона демеджить туда заходить не стоит вот многие не замечают их потом удивляются что типа ой а что это на меня постоянно лава летит ну потому что на арену смотреть надо а не щелкать клювом в belly of the beast стараемся довольно аккуратно перемещаться не прыгать в темноту поскольку здесь очень опасны бывают пачки монстров которые наносят урон физой от которой мы защищаемся довольно пока что скудно единственная основная наша защита от физы в данный момент это аура грейс поскольку здесь все атаками весь урон летит то она довольно сильно помогает но брони у нас особо нету поэтому нужно аккуратненько перемещаться время от времени с таким запасом хп персонаж все равно будет получать по лицу но это не должно быть смертельным то есть если вы неуверенно себя чувствуете вы просто медленно идете перед собой всех убиваете не прыгаете вперед вот если же вы хотите проходить быстрее то вы должны как бы принимать некоторые риски успевать реагировать на пачки мобов которые внезапно перед вами оказываются и либо как-то через них перепрыгивать либо в них сдавать скилл и отходить назад ну в общем что-то как-то вот мантить как-то мантить босс который сейчас будет является пожалуй самым опасным боссом в четвертом акте в принципе к нему нужно с уважением относиться даже замедлимся давайте это снова пайти но теперь она в демонической форме пока она общается накидываем и под ноги ловушки может быть не имеет смысла прям все выкидывать поскольку в начале у нее идет довольно сильное поглощение урона как у всех остальных боссов это было сделано как раз для того чтобы ее вот так с пристака не шотали все подряд вот но как только она перестает крутиться продолжаем просто издалека ей под ноги накидывать слишком близко к ней не подходим поскольку она очень больно бьет с руки в том числе вот но при этом не стоит бояться адов которых она спаунит и не стоит бояться вот этих вот сферок которые она раскидывает в разные стороны они выглядят опасно но на самом деле урона почти не наносят если у вас есть достаточно резистов последняя локация четвертого акта харвест здесь у нас все время спаунится три босса три мини босса один из них все время спаунится в правом коридоре и двое все время спаунится в левом коридоре и тут выходит как бы на передний план всякие фишечки небольшие связанные с тем что здесь телепорт гораздо быстрее получается у нас отбрасывается он ставится прямо рядом с вейпоинтом и быстрее нажать телепорт чем логаут и припортиться обратно чтобы продолжить путь к следующим боссам между вторым и третьим боссом в принципе не обязательно прожимать телепорт но прожимать телепорт примерно так же по времени но зато вы регените фласки что в принципе довольно приятно то есть за это время можно было бы вернуться обратно и пешком но здесь вы были бы уже без фласки поэтому мне если есть такая возможность больше нравится сходить в город даже между вторым и третьим боссиком а так же перед непосредственно малахаем собрали все три органа говорим спайте ждем малахая проверяем что у нас все есть пьем водичку на первой стадии все довольно тривиально кидаем пару ловушек под ноги малахая он фейзится кидаем пару ловушек под ноги пайти она фейзится повторяем пайти не выдерживает напруги отъезжает малаха ее добивает и идем на второй этаж стараемся не попадать во многочисленные вот эти снаряды и ловушки которые расставляются малахай но если у вас довольно много сопротивления к огню то проблем быть не должно на второй фазе каждые 25% хп босса у нас активируется новое сердце и хп босс восстанавливается до полного проблем больших не вызывает кроме тех моментов что иногда он прямо под вас начинает ставить всякие ловушки или закрывать обзор тентаклями и пулять много снарядиков вот но как можно заметить при 75 сопротивлении огню проблем больших тоже не вызывает еще он так подныривает и очень больно слэмит после этого но это можно использовать например положить заранее как можно больше ловушек в какую-то точку подойти туда дождаться пока он начнет выныривать под вами и отойти в сторону и он такой выныривает и получает кучу урона довольно удобно собираем скиллпоинт с духа идем дальше на таймере час тридцать ну нетерпимый таймер учитывая что это шэдоу но можно и ощутимо быстрее то есть более квалифицированные игроки которые профессионально спидрунят так сказать они могли бы уже я думаю этим сетапом и китава убивать поскольку пятый довольно таки короткий и проходится очень и очень быстро движемся здесь прикольный момент я не случайно нажимаю через ну типа control плюс левой книги клик при переходе в эту локацию можно заметить вейпоинт был сразу активирован в ходе такой манипуляции небольшая фишка которая просто удобная потому что здесь мобы довольно опасные и если вдруг вам придется залагаутиться да чтобы не умереть или еще что-то такое произойдет то если у вас этот вейпоинт не кликнут то тогда вам придется через всю предыдущую локацию еще двигаться что делать вообще не хотелось бы вот а если нажать через control то вы автоматически не кликая на вейпоинт его возьмете вот такая вот фишка мелочи о приятном здесь мы какими-то петлями движемся в сторону боссика который открывает после убийства проход в город в городе нас уже ничего не интересует у нас резисты все закрафчены у нас шмотки все готовы все линки на месте нам нужны всего лишь пара уровней и добраться до финального босса в control blocks у нас есть квестовый предмет который все время находится на северо-западе локации легко найти двигаясь по левой стенке стоит обратить внимание что через все решеточки которые сломаны можно прыгать как вот сейчас происходит то есть тут не обязательно кругами оббегать через вот эти блокады все вот а можно спокойно все перепрыгивать тут вырываем глаза еще одному мини-боссику который что-то там нам показывает каких-то ворон считает в общем вот но проблем больших тоже вызывать не должно в этой локации самые опасные мобы это погонщики рабов которые сплеточки молнии бьют очень и очень хлестко поэтому я бы задумался о том чтобы гарантированно иметь здесь 75 сопротивления к молнии дальше в основном монстры бьют ток физой и мы стараемся их во-первых обходить ножками то есть видите играю довольно аккуратно на этом этапе поскольку хп не так много мы по большей части стараемся не ввязываться с ними в такой прям плотный контакт вот либо их перепрыгиваем либо их обходим аккуратно закидывая при этом ловушечками из неприятного тут у нас прокси-щиты появляются которые часть урона закрывают вот но мы туда прям внутрь этих прокси-щитов стараемся накидывать мины и поскольку у нас взят талант на вернее мастере на то чтобы откатывались ловушки с кулданом побыстрее можно вполне себе их использовать для зачистки в том числе то есть если вы видите каких-то синих монстров с повышенным здоровьем или просто более опасных то в них заряжать большие ловушки имеет смысл вот этим нужно пользоваться то есть не стоит про это забывать и время от времени их покидывать в мобчиков тоже очень-очень полезно если вдруг вы хотите пофармить побольше то Чембер финицинс в которой мы находимся это локо для вас вы просто перед боссом выходите из зоны создаете новую я же бегу напрямую китаве в данный момент накидываю прям под ноги боссу как можно больше ловушек он уезжает он отъезжает тут важный момент если обратите внимание тут волны мобов спаунятся да и этих волн мобов ровно 10 штук и это здание сильно облегчает понимание того когда именно следующую серию ловушек заложить под ноги боссу для того чтобы он как можно быстрее отъехал то есть в идеале вы хотите на момент того когда босс вылупляется чтобы ваши ловушки уже все лежали на полу и ждали его чтобы он вылупился сразу получил бурст демеджа и ушел в следующую фазу иногда он начинает ездить но с талантом на скорость перезарядки ловушек это не так критично опять же не стоит забывать про капканчик который замедляет босса и заставляет его получать больше урона вот в принципе этот босс может вызывать проблемы если его медленно убивать либо если он начинает кастовать свою ульту это большой шарик который разлетается на много мелких шариков так называемый бульет хелл по большей части если вы видите что босс замахивается и кастует шарик лучше всего просто выйти в телепорт вернуться переждать в как бы в инвуле и продолжить в принципе было бы неплохо если бы можно было переждать это прямо стоя на арене но к сожалению это возможно сделать только прячься за статуями которые если вы наносите много урона часто просто не успевают заспауниться и закаменеть обратно то есть тут немного такая механика стрёмная и особенно если играть на хардкоре либо если вы просто не очень любите умирать на софте а кто любит умирать на софте я думаю что никто гораздо проще в телепорт выйти потратить на это 2 секунды но тем не менее нужно быть к этому готовым поскольку доджить bullet hell просто ногами от него бегать или как-то перепрыгивать крайне крайне рискованно вот плюс еще он может находиться немного в рассинхроне с сервером и тогда у вас шансы уменьшаются еще сильнее после того как убили этого иносенса бежим через площадь сначала в усуаре и там лутаем квестовый предмет потом движемся дальше для того чтобы завершить последний квест который нам остается в пятом акте в рамках данного рана вот и уже напрямую к Китаю после этого в усуаре тоже можно неплохо фармить но на самом я похуже конечно чем в чемберах и мобов поменьше но тем не менее лог сам по себе тоже ничего такое плюс монстры не очень опасны хотя бывает подпирают где-нибудь в уголке а уголков там реально много забрали палочку выручалочку бежим налево через мост тут не такой небольшой микромомент забавный можно оставлять телепорт примерно здесь около подъема на лестницу Китавы но я решил этого не делать поскольку ну наверное все таки быстрее будет вернуться на телепорт обратно и дойти пешком вот то есть тут какая разница вот есть вейпоинт в реликварии и у вас два варианта либо вы берете все три квестовых предмета нажимаете логаут да оказываетесь в городе без телепорта и бежите ногами через мост либо вы должны собрать здесь поставить телепорт возле босса ну возле входа Китая после этого пойти в реликварии собрать три квестовых предмета и обязательно вернуться на этот вейпоинт то есть потратить на это время а после этого вернуться на телепорт вот и то и то рабочий вариант я чаще оставляю телепорт и возвращаюсь через вейпоинт поскольку это позволяет оказаться на крыше с большим количеством зарядов фласок на бег однако в этом ранее решил ради эксперимента нажать логаут сразу после того как в реликварии собрал все квестовые предметы и без телепорта вернуться так сказать на ногах к крыше на которой сидит китава вот и сейчас будет заметно что я бегу через логу снова тут уже практически не осталось монстров после первой зачистки видите у меня как раз фласок хватает для того чтобы добежать до сюда и не заканчиваться вот это такой небольшой негативный момент за то что я решил залогаутиться там в реликварии и тут на крыше мы уже оказываемся без фласок поэтому если так подумать то телепорт имеет свои выгоды но и минусик есть что вам нужно потратить время для того чтобы вернуться до вейпоинта крыша сам по себе довольно опасная бывает бывают узкие проходы монстры накидывают своими криками на вас замедление что тоже очень неприятно ну и сами лупят довольно нехило с руки поэтому аккуратно бьем на самого босса я здесь скипаю ну убираю пару пассивок на скорость бега и беру пассивки на дэмэдж и заранее настакиваю ловушки под китаву он практически сразу фейдится здесь важный момент сразу как только босс зафейдился только луч полетел сразу уйти в телепорт вернуться поскольку тогда у вас будет достаточно времени чтобы снова заложить полный набор ловушек как видите они перезаряжаются как только вы заходите в город это такой хитрый момент не совсем очевидно что снова как только луч появляется мы заходим перезаряжаем свои ловушки и пока сердце еще не упало не активировалось и не начало спаунить монстров мы снова накидываем кучу ловушек вот если делать не так то у вас будет меньше бурт дэмэджа то есть вы там потратили ловушки фаза прошла а ловушки у вас не успели восстановиться выносите меньше урона по вам может больше прилететь соответственно пока вы не фейзните босса поэтому здесь тоже большое количество телепортов оно помогает оно делает убийство быстрее и сейфове снова сердце только вылупляется мы уже накидываем ловушки стараемся заманивать на них вот этих больших мобчиков вот и очень быстро справляемся с всеми фазами босса последняя фаза снова телепорт больше не понадобится накидываем заранее и все в общем-то если вам понравился данный разбор не забудьте поставить лайк отписаться в комментариях а также заглядывайте конечно же на трансляции на твич следующем видео будет разбор забега дуэлиста потому что много кто в комментариях просит что-нибудь либо на дикаре либо на дуэлисте вот в принципе вчера мы этот ран уже записали если кому интересно на speedrun.com можно посмотреть либо на записях трансляции спасибо большое за внимание это был Мишаман не забывайте заглядывайте в телегу группу вк ссылки на которые есть в описании и до скорых встреч пока